Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Довольно интересная история Пугачёва на фоне того, что здесь, в общем-то, в России совета давать некому. Она что-то пыталась там к шаману как-то подмазаться, но никакого ответа не было. Что-то там она писала, что пригласишь ли там на концерт или зритель, что-то такое там было с полгода назад. Может быть, помните это. И, собственно говоря, сейчас, конечно, в России, учитывая её репутацию, я думаю, что нет ни одного исполнителя, которому она могла бы там написать какие-то комментарии, какие-то слова, какие-то советы, и это будет воспринято, скажем так, ненегативно, учитывая даже при всём при том, что есть довольно большое количество людей, которые и в шоу-бизнесе, в первую очередь, скажем так, ждут, не дождутся просто её вместе с иноагентом Галкиным. Но, понимая, скажем так, отношения людей, они затихарились, скажем так, сидят тихо. И она старается никому ничего не писать, чтобы не направлять, скажем так, негативные оценки людей. Но Белоруссия другое дело оказалось. Пугачёва взялась за Белоруссию. Белорус плохо спеть не может. Покинувшая Россию, пишет комсомолка Алла Пугачёва, неожиданно дала совет молодому певцу Ивану Войтовичу из Гродно. Вдумайтесь на секундочку. То есть, она сидит в Израиле и теперь раздаёт советы в Белоруссии, в социальных сетях. Почему? Потому что, ну, в Белоруссии она понимает, наверное, не такое негативное к ней отношение. Вот в чём, собственно говоря, дело. В одной из соцсетей есть сразу несколько фанатских аккаунтов, которые посвящены творчеству Аллы Пугачёвой. В одном из них, в преддверии 75-летнего юбилея певицы, который случится в апреле 2026 года, среди поклонников провели необычный конкурс. Любой желающий мог записать и прислать видео, на котором он поёт ту или иную песню Пугачёвой. Ролики выкладывались на суд поклонников в том самом аккаунте. Среди тех, кто поучаствовал в импромизированном кавер-конкурсе, был и вокалист народной эстрадной студии «Миллениум» из Гродно Иван Войтович. Молодой человек, занимается вокалом уже больше 10 лет, а в 21-м году 19-летний в то время Иван давал интервью телерадиокомпании Гродно, где сказал о том, что Пугачёва – это его кумир, он был на концерте в 19-м году в Минске, сказал, что он это будет помнить всю жизнь, что она не поёт, а играет целый пятиминутный спектакль для каждого индивидуально. Ну, то есть, кайфанул от Пугачёвой по полной. По полной. И он отправил на конкурс несколько своих видео. И, собственно говоря, посмотрев его выступление, Пугачёва написала, что «Беларусь плохо спеть не может». «Молодец, Ваня, а слабо спеть всё на октаву ниже». Ну, собственно говоря, Ваня ожил. Он говорит, что комментарий – это наивысшая оценка всему тому, что я делаю уже 12 лет. «Я пребываю в шоке, я не ожидал». «Спасибо, дорогая Алла Борисовна, за вашу любовь и внимание к своим поклонникам. Вы удивительная. Таких, как вы, просто нет. Будьте здоровы и счастливы. С огромной любовью к вам», – пишет Ваня. И он решил, поверив в свои, так сказать, силы и мечты, исполнить. И снова исполнил. И Пугачёва снова пришла и написала. «Ай, да Ваня, молодец, совет тебе. И кому интересны секреты исполнительского искусства?» Решила открыть секреты. «Когда в песне, органично пишет Пугачёва, переплетаются классная мелодия и сильный текст, не надо помогать доносить песню активностью рук и в проигрыше что-то искать на потолке. Можно придумать вокализ и показать высокие ноты. Дерзай ты можешь, не хочется делать замечания прилюдно, но что поделаешь, может и другим пригодится». Иване написал. «Я думал, такое может быть только раз в жизни. Просто нет слов спасибо». Подписчики и друзья молодого белорусского певца от души радуются Ивану, что он получил дельный совет. Друзья, что я хочу сказать? Во-первых, здесь интересный момент. Конечно, она могла просто написать свои комментарии. Могла. Но вы знаете, в свете того, что, по-моему, в 20-м году, или в 21-м, в каком году, Лукашенко фактически спас Белоруссию от судьбы Ирака, Ливии, Сирии, Югославии, куда принесли демократию. Как Байден говорит, демократия – это власть демократической партии. Шикарное определение. И вот они несут демократию эту. А потом там хаос полный. И вот Лукашенко спас фактически Белоруссию, и сейчас сами белорусы это признают, от вот этой вот демократии. Понимаете, этим людям же плевать на людей проживающих. Им нужна территория. Им нужна территория для сдерживания дальше, дальше, дальше. И сейчас, когда Владимир Владимирович Путин на президентских выборах увидит и получил какой процент, понятно, что соваться суда, ей уже резона нет. То есть для нее, кому она что не напишет, все. А в Беларуси другое дело. Может быть, она, понимаете, с одной стороны, может быть, действительно, в фанатской группе провели конкурс, выложили, и Ваня выложил, и, так сказать, она посмотрела. Но что-то подсказывает мне, не знаю, белорус плохо спеть не может, что и на агент Галкин, находящийся рядом, и его дружок, президент сопредельного государства, понимают, что в Беларуси это, в общем-то говоря, тогда зашло далековато. Это я мое мнение высказываю. И, в общем-то говоря, вдруг туда идут. С комментариями, с поучениями. Это одна из версий. Другое, то есть политика, другое. Может быть, просто она ощущает себя никчемной, никому не нужной за рубежом, а там так и есть. Это же здесь за ней бегали, там, весну разрешили, там, открываешь дверь, сносит сразу. Но, да и то последнее время уже никто не сносил. Она вон по центру Москвы гуляла, там, что, ну, брали какие-то автографы. Дело все в том, что чувство, что ты даешь совет, и человек там с ума сходит от того, что это ты написала, конечно, для нее приятно. То есть здесь вот несколько моментов, но и политический момент, и просто человеческий фактор, и все. Но она лезет в Белоруссию, значит, с моей точки зрения. Для чего, почему, как, не знаю, не знаю. Может быть, они понимают, что план с Россией, который там был из океанских кураторов, прогорел полностью, и можно зайти с этой стороны теперь пытаться. Не знаю. И они какой-то прогрев устраивают потихоньку, потому что она написала. Видите, как восторженно там воспринимают, что вау, круто, смотрите. То есть они ее положительно там принимают. Она же из Белоруссии не уезжала, как бы. Белоруссия же не чувствует, что она их бросила. А россияне это ощущают, потому что этот человек, который, как казалось, никогда не бросит страну. Да? Она это сделала. Вот. Тем более, сказав, рабы и холопы, и так далее. Поэтому, может быть, зайдя оттуда с положительной точки зрения, потом сюда, тут много может быть моментов. Друзья, а может быть и просто так, что вы думаете на сей счет? Ну, Ваня просто счастлив безумно. Что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Еще вы знаете, как я хочу сказать, что вот эти все соцсети, все остальное, насколько я знаю, она не особо сильно там разбирается и сидит. Все это курировал интернет у них и на агент Галкин. Вот эти всякие там соцсети, фан-клубы, туда-сюда. Вот когда они к Ивлеевой приехали тогда в 21-м году, все это делал Галкин и на агент. Поэтому здесь тоже момент такой. Если это вот он искал, они слушали вместе, он смотрел, это как-то... Плюс он ее записывал недавно, вы знаете, когда она обкривлялась про Стаса Михайла, говорил ужасные вещи. Ну, интересно ваше мнение. Друзья, если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Я вас приглашаю на свой сайт буддагришна.ком. Там есть уникальное предложение, видеообращение для бизнесменов-предпринимателей. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересует, пишите. Друзья, и подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Новости круглосуточно, 24 на 7. Все самое интересное, все сети в одном месте. Политика с моими комментариями. Я думаю, вам будет интересно. Подписывайтесь на телеграм-канал Будда Гришна Новости. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.